Парламент Республики Беларусь в скором времени рассмотрит декрет, который недавно издал президент для передачи власти в стране совбезу и определения шагов представителей власти в случае непреднамеренного ухода Лукашенко с поста президента страны. Скоро в овальном кабинете состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального Собрания 7-го созыва. Вице-премьер Игорь Петришенко, курирующий в правительстве социальную сферу, ответит на вопросы парламентариев и сенаторов. Он также выступит с презентацией о развитии социальной сферы Республики Беларусь. Как правило, для доклада правительству в овальном зале приходят профильные министры. Также Лукашенко провел заседание совбеза, на котором высказался на тему недоверия власти. Некоторые здесь были обеспокоены тем, что президент, возможно, не доверял там премьер-министру и так далее. «Я не говорю о нынешнем, скажем, премьер-министре. В этом моменте в кабинете премьер-министра может находиться другое лицо, но в таком случае, когда мы говорим о премьере, что это значит? Не веришь?» Отдельно указано, что он председательствует в Совете Безопасности, заявил Лукашенко. «Дальше президент рассказал об отношении к губернаторам. И этот пункт я подчеркиваю, потому что когда возникает главный вопрос – президентские выборы и стабилизация в стране, то это будет зависеть от избрания нового президента. И этот вопрос должен решаться с участием губернаторов, как, возможно, и другие вопросы, которые вы поднимаете на собрании», – резюмировал президент. Лукашенко подчеркнул, что без губернаторов невозможно решить проблему в государстве. Надо, чтобы они имели право голоса, как и другие члены Совета Безопасности. По словам Лукашенко, губернаторы проголосуют за то, когда и на каких условиях будет избран новый президент. Лукашенко заявил, что принял решение. «Отныне все решения Совета Безопасности будут приниматься тайным голосованием, чтобы никто не преобладал над мнением членов Совета Безопасности. В этом суть указа, и его можно толковать по-разному. У людей достаточно воображения, но я хочу, чтобы вы поняли, в чем суть этого указа», – сказал он. В свою очередь, экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев уверен, что в нынешней ситуации ключевым для белорусов должно стать построение горизонтального общества для успешной борьбы с вертикалью власти. Как только мы будем видеть общественно важный вопрос и начинать над ним работать, они будут вынуждены бежать и пытаться тоже разрешать этот вопрос. В этом наша сила сейчас. «Именно горизонтальное общество, способное к быстрой мобилизации и солидарным действиям, и есть основа будущей Беларуси и залог неизбежных изменений», – подчеркнул Андрей Дмитриев.